Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня начинаем небольшой цикл из нескольких лекций, посвященных старобрячеству. Это у меня Роман Майоров, сотрудник Государственного исторического музея, отдел Палаты Б. Романова, кандидат исторических наук. И немножечко вначале хотелось бы рассказать о том, что будет представлено в рамках этого цикла. Пока у нас запланированы четыре лекции. Первая сегодняшняя лекция, она сугубо угодная, может быть в какой-то степени даже такая фрагментарная, поскольку нам нужно понять вообще с чего все начиналось, как произошла ситуация раскола, откуда, собственно говоря, каковы причины, откуда все это начиналось. Поэтому она будет немножко такая лоскутная, да, то есть там будут фрагменты, связанные с постановлениями соборов, с ситуацией, которая была на Руси перед расколом. Немножечко будет идти речь о тех деятелях, которые участвовали в этом. Затем вторая лекция будет посвящена старобрядческим согласиям, причинам, по которым старобрядцы не сохранили своего единства и разделились на несколько ветвей. Здесь, с одной стороны, будут представлены истории Поповской ветви, да, постоянный поиск архиареи, разделение внутри Поповщины. С другой стороны, конечно, будут и беспоповские согласия представлены. Третья лекция будет посвящена краткой истории Белокрянинского согласия, самого большого Поповского согласия, которому принадлежу и я. И, наконец, четвертая из запланированных лекций – это краткая история единоверия, включая историю взаимоотношений между старобрядчеством и Русской Православной Церковью, проблемы диалога, проблемы понимания и непонимания в различные периоды, потому что ситуация менялась достаточно серьезно. И пока запланирован такой вот блок. Сегодня мы с вами поговорим о самом начале. Собственно говоря, стоит, конечно, начать с состояния Русской Церкви и в целом Православной Церкви накануне раскола. Если мы с вами обратимся к самому началу Русской Церкви, условно, к 988 году, к крещению Рухи, то греки принесли нам бослужебные чины, которые соответствовали их богослужебной практике того времени. И со временем, конечно, появилось достаточно много расхождений. Это естественно, потому как любой, кто хоть немного знаком с историей литургики, понимает, что статичным богослужения быть не может. Всегда появляются какие-то новые моменты. Но стоит хотя бы вспомнить историю храма Святой Софии. Это, наверное, храм, который в наибольшей степени из архитектурных строений повлиял на формирование богослужения еще в Византийской Церкви. Поэтому здесь мы видим, как постепенно складывался богослужебный чин, как формировалось византийское богослужение. Так, собственно, было и в других местах. Пусть, может быть, не столь явно, не всегда мы можем понять, как это происходило. Но важно отметить, что изменения эти, как правило, не носили революционного характера. То есть они порождались самой жизнью Церкви. Их не вносили извне законодательным актом. Они рождались из церковной практики. И в том числе это было и на Руси. Стоит вспомнить, что греки нам принесли студийский устав. Но в конце 14-го, в начале 15-го века у нас уже начинает практиковаться Иерусалимский устав. Этому способствовала деятельность двух митрополитов. Грека Фотия и Болгарина. Опять же, греческие традиции митрополита Киприана. В целом, переход произошел гладко. Другой вопрос, что он не дошел до конца. То есть на русской практике он сказался, но не привел русскую практику к идентичности с практикой греческой на 100%. Все-таки различия сохранялись. И заметьте, что полностью чины не стали идентичными, не унифицировались. Развитие в данном случае было достаточно естественным. Сами по себе различия никогда не являлись поводом к полному разрыву. Так, собственно говоря, было и на Руси, даже в период перед расколом, когда все прекрасно знали, что одни молятся по одному, другие по другому. Но это создавало некую напряженность. Но, тем не менее, не было прямой причиной раскола. Так, собственно говоря, мы с вами можем сравнивать сегодняшнюю служебную практику в России и в Греции. То есть возьмите практику своего храма и сравните с практикой греческой, если мы говорим о русской православной церкви. Различие будет масса. Долгое время русские были верными учениками греков, но это стало со временем невозможно. И в первую очередь, конечно, здесь такой точкой разделения является Ферраро-Планетийский собор. Когда в июле 1339 года была заключена уния, признанная большинством греков, русский собор категорически не принял унию. Несмотря на то, что митрополит Исидор подписал деяние, но уже вернувшись в Москву, после первого же богослужения был арестован. Правда, власти великого князя Василия предпочли его со временем отпустить. Дали ему возможность сбежать из России, дабы не обострять отношения. Но было совершенно понятно, что Россия не принимает условия унии, и русский собор категорически не принимает их вплоть до проклятия католицизма. То есть того, чего даже в византийской практике не было напрямую. Вот Петрушков в своем учебнике отмечает, что именно на Руси это проклятие состоялось. И Исидор, к тому времени уже не просто митрополит, а кардинал, был отправлен в заключение. Конечно, существует до сих пор ряд вопросов относительно общения между русскими и греками в период униатства. Есть очень много историографических вопросов. Но фактом является то, что с поставлением митрополита Иона русская церковь становится автокефальной. Дальнейший отказ греков от унии уже не мог что-то серьезно изменить. Здесь греки формально не признавали независимости русских, но это не влияло на взаимное общение. Потому что греки были в значительной степени зависимы финансово от Руси. И устраивать здесь публичный скандал было, конечно, просто им невыгодно. Очень важным событием для формирования традиции русской церкви является, конечно, 100 главный собор 1551 года. При святителе митрополите Макарии и при Иване Грозном. И он принимает целый ряд постановлений, которые закрепляют чинопоследования, сохраненные на Руси. В частности, знаменитое постановление о том, кто знаменуется двумя перстами, «Якожи Христос, тот доброк ли будет». Обратите внимание, что здесь нет три перста, проклинаются, как очень часто в полемике начинают говорить здесь, а речь о том, что вообще кто не соблюдает формы двух перстов. То есть, немножко другая формулировка, которая при развитии может привести к иным выводам. Об этом мы еще будем говорить. И когда в 1667 году греческие иерархи на Большом Московском соборе отменяли постановление 100 главного собора, они автоматически отрекались от той традиции, которая была признана многими святыми, которые участвовали в этом соборе, начиная от святителя Макария, заканчивая будущим святителем Филиппом и другими святыми. В 1589 году при царе Федоре Иоанновиче Русская Церковь становится одним из патриархатов. Она встает на пятое место, хотя царь хотел третье место, вообще не удалось. И получается, что Русская Церковь становится пятой сразу после четырех восточных патриархатов. Ну, не лишним здесь будет отметить, что патриархаты эти уже к тому времени были достаточно номинальными. То есть, по большому счету, большую часть времени три патриарха, антиохийский, александрийский и Иерусалимский, проживали в Константинополе, где проживал, собственно, и патриарх Константинопольский. Поэтому здесь, в общем-то, первенство имело именно форму первенства чести, а не значимости исторической на тот момент. И еще стоит отметить, что к этому моменту, в общем-то, уже ситуация была достаточно сложной. Все гаеческие патриархи зависели от турок. Лишь Константинопольский патриарх имел достаточно значительную власть над так называемой православной райей, причем даже власть светскую, не только власть церковную. Но и, что касается Константинопольского патриарха, положение его было незавидным. Постоянно была опасность того, что турки просто уберут неугодного патриарха, поставят того, который либо заплатил больше, либо в данном случае угодит. Поэтому, если мы даже посмотрим просто списки патриархов, то времени там по три раза, по четыре раза патриарх возвращается, уходит. Это ситуация чисто политическая. Она не связана, как правило, с узкорелигиозными такими вопросами. Вот, поэтому, конечно, ситуация была критической. Плюс к тому, вспомним о влиянии латинства, о влиянии протестантизма на Восточную Церковь в этот период. Ну, там тот же Кейл Лукаис, да, то есть ситуации богословские достаточно сложные. Кроме того, на Руси хорошо знали, что греки в сложной финансовой ситуации и любят хорошее вознаграждение. Поэтому, когда нашим предкам это было нужно, они этот коза использовали. Но его будут использовать и после раскола. На самом деле вспомним восстановление патриаршества Никона, да, уже после смерти Никона. То есть человек уже умер, да, его восстановили в Сане. Канонически, в общем, ситуация абсурдная. Но, тем не менее, это было сделано именно так. Отправили нужную сумму, скажем, Федор Алексеевич, на Восток. Вот, да, пришла грамота о том, что да, мы признаем патриаршество Никона. Причем это именно важно для Русской Православной Церкви, да, а не для старообрядцев. Потому что старообрядцы как раз снятие Сана с патриарха Никона не признают. По той простой причине, что не признают собор 66-67 года, считая его разбойничек. Или история с признанием, там, Синода, да, восточным патриархом. Опять же, тоже были отправлены хорошие дары, да, Синод был признан братом для патриарха. Вот, поэтому этим пользовались. И, кроме того, к этому периоду идея старца Филофея о Москве в Третьем Риме. Это уже вполне крепко стоящая идеология. Причем здесь нужно отметить, что обычно сейчас это пытаются сводить к какой-то политической системе. Нет, в данном случае это религиозно-идеологическая система. Москва вынуждена с точки зрения таких религиозных философов, да, стать во главе всех обиженных православных народов. Собственно говоря, идея не уникальная для... Не только в России она была, да, до этого в Сербии была такая же идея там, да. Но к тому моменту сербы уже тоже утратили свою независимость. И Россия, фактически, как единственное независимое православное государство, это движение должна была возглавить. И этим воспользуются и греки, с одной стороны, да, давя на то, что только русский царь и русский патриарх могут освободить их от гнета. И это же будут, в общем-то, говорить и старообрядцы, считая себя преемниками Рима Первого, Второго и уже Рима Третьего продолжателями этой идеи, поскольку они считали себя хранителями русской традиции, которая и являлась с точки зрения единственной верной традиции на момент раскова. Вот, еще один очень важный момент для истории подготовительного вот этого периода раскова, это, конечно, патриаршество Филаэта Романова. Россия в годы Смуты была фактически на грани гибели, порабощения католиками, да, идеи Сигизмунда Третьего вспомним. И сам патриарх тоже долгое время находился в польском плену, поэтому, вернувшись, он очень сильно начал бороться с западными влияниями. В частности, запрещено было использование так называемых книг литовской печати, книг, которые были напечатаны на территории Речи Посполитой и были во многом не согласны с московскими изданиями. Интересно, что, тем не менее, если мы возьмем и будем сравнивать вот эти вот книги литовской печати того времени и будем сравнивать книги, которые были реформированы при Петре Могиле, а потом при Никоне, да, то между ранними книгами, то есть книгами даже луниадской печати, будет гораздо больше схожего с астропреческими книгами, чем, если мы будем анализировать связь с современными книгами. Интересный момент. Вот. И в 1620 году соборно было постановлено принимать католиков первым чином. Ну, ранее была разная практика, на самом деле, многие свидетели говорили о необходимости этого, в частности, во время приема Марины Мнишек, но, тем не менее, допускались исключения, и тот же прием Марины Мнишек, да, хоть и по политическим моментам, но мы знаем и до этого случаи приема вторым чином отныне, учитывая, что обливательная практика крещения уже к этому времени в католической церкви господствует только прием первым чином, включая униатов, насчет, так называемых, белорусцев было даже особое постановление, особый указ. А что значит первым чином? Через крещение. Через крещение. Патриархом, через Макбамазный. Вот. И вместе с тем, конечно, Патриарх, что Филаэто, интересно нам и с точки зрения практики реформирования церковных книг, то есть были такие прецеденты, да, как бы я сказал аккуратные книжные справы. Самый известный, наверное, момент, это во фразе освящения воды на обогревление «Сам и ныне владыка, освяти воду сию, духом твоим, святым и огнем» было написано в потребнике, изданном во времена Патриарха Иова. Вот. И еще до даже возвращения из польского плена Филаэто начинается разбор вот этого вот иругнем, оно должно быть или нет. То есть с 1918 по 1925 год ведется глобальная большая дискуссия с запросом восточных патриархов, с обсуждением за собой. Побеждают разные партии, но в конце концов в 1925 году все-таки постановили, что иругнем убрать. Да, и в современных и старовреческих книгах этого и огнем нет. Ну, я на практике знаю только одного священника, даже не совсем старовреческого, а единоверческого, который по иругскому потребнику служит именно сыром гнем. Вот. Вот. В этот период, это 16-19 год, производилась сверка печатных служебников, исправление Таиоди, Актая, общие месячные минии, Салтей, Каноник. Большие изменения были внесены в устав 1610 года издания. Вот. То есть, не стесняются, в общем-то, исправлять книги, но делают это очень аккуратно. Как я уже отмечал, отношение к грекам и русским было не очень-то дружелюбным к этому моменту. И такой известный исследователь, как Сергей Зиньковский, представитель русской эмиграции, отмечал, что накануне раскола греков даже в церковь стали пускать, только узнавая, собственно, откуда они приехали. То есть, это такая ситуация, которая была связана с тем, что огромное количество было самозванцев. Это были иуниаты, это были католики, которые проезжали под видом греков. Это были пароль просто греки, которые были недостойны участвовать в молитве. Там, садомиты в том числе, там, химандрит Дионисий, который участвовал в реформе, этим был известен. Вот, поэтому напряжение, как раз к моменту раскола, было достаточно серьезным. Русские возмущались многими практиками, которые существовали у приезжих греков. Там, ну, тоже известный факт о облачениях, которые бросали на престол, там, да, во время службы для русских это было чем-то диким. Ну, и, собственно говоря, со стороны греков тоже. Почитаем Павла Олепского, приехавшего с патриархом сюда, да, у него, конечно, тоже много вопросов и замечаний о том, что русские, они просто какие-то фанатики с железными ногами, которые стоят там много часов на богослужении. Греция, это уже не практиковалось. И здесь вот это непонимание, оно расслаблено. Все это, конечно, приводило к такой напряженной ситуации, но нужно сказать, что и в русской церкви, конечно, были свои проблемы. И, в частности, вот в начале 20 века в работах Каптерева, профессора Московской Духовной Академии, мы можем увидеть эти недочеты, различные ошибки, суеверия, которые существовали в русской церкви. Так что все это приводит к созданию Кружка Игнителей Древнего Благочестия. Ну, это литературное название, но оно, в общем-то, отражает смысл этого сложившегося Кружка. Сложился он вокруг Протопопа Стефанова Нефантьева, царского духовника в конце 40-х годов 17 века. Кружок объединял и духовенство, и мирян. И в него вошли очень разные люди. Это и Протопоп Аватун, там, будущий лидер, Старобрячество и Патриарх Никон, тогда еще Архимандритов. Это и Федор Тищев, большой сторонник образования на греческий монет, и, в общем-то, сторонник Айфор Никона. И это и Протопоп Иван Неронов, который был одним из, можно сказать, лидеров Старобряческого движения. Но в конечном итоге сегодня единоверцем считается, так сказать, своим родоначальником. Потому что первый был опыт, когда Патриарх Никон разрешил служить по-старому, но в рамках единой церкви. Это такой уникальный опыт на тот момент. Боголюбцы стремились улучшить церковную жизнь, упорядочить ее и за основу брать именно древнюю практику. Изначально это было именно так. И первое и самое знаменитое их деяние – это борьба за единогласие. То есть против одновременного чтения разных частей службы в целях ее сокращения. То есть сегодня более распространенной Русской Православной Церкви – это достаточно общепринятая практика в Старобрячестве. Это практика периодически так или иначе допускаемая. Это сокращение за счет того, что мы убираем какую-то часть просто богослужения. То есть мы что-то вынимаем. В 17 веке решали эту проблему немножко иначе. То есть несколько кусков службы вычитывали параллельно. Таким образом, если это был маленький храм, то там, в общем, было достаточно шумно. И понять, к чему было достаточно сложно. Есть, правда, тоже, опять же, в историографии разные версии. Есть даже сторонники многогласия. Допустим, такой известный устарщик Русской Православной Церкви, специалист по знаменному пению Борис Павлович Кутузов. Он говорит, что многогласие не так плохо, как его представляют. На самом деле, неэксплуторированные отношения. Но, так или иначе, проблема такая была. И борьба была достаточно напряженной, потому что патриарх Иосиф, предшественник Никона, был патриархом очень таким космосом. То есть к нему отношения разные. И в старопреческой среде, и в историографии. Кто-то говорит, что человек, который, в общем, просто ничего патологически не хотел менять, и этим вредил церкви. Другие говорят, что наоборот, как бы был оброк традиции. Сейчас мы не об этом. Но суть в том, что Иосиф ничего менять категорически не хотел. И, наверное, это дело бы, в общем-то, ушло бы под спут, если бы не то, что все-таки кружок был вокруг царского духовника. И протопопу Стефану удалось через царя вынести это на соборное обсуждение. Были запросы, опять же, в Константинопольский патриархат. И по итогам все-таки практика эта была запрещена. Другое благое начинание – это возрождение проповеди. Потому что в начале XVII века практически в церкви проповеди у нас не читали. Читали поучения, читали толкования на те или иные тексты. Но живой проповеди не было. А вот Иван Неронов, фотохоп Абакум, они были как раз мастерами живого слова. Интересно, что Неронов в этом плане считал себя наследником своего любимого Иоанна Златоустого. Он не оставался просто с книгами Иоанна Златоустого. И это его сподвигало на свои сочинения. Стоит отметить, что после кончины патриарха Иосифа в 1652 году боголюбцы, в общем-то, надеялись привести своего лидера Стефана Мефатьева к патриаршему престолу. И поддержка у него была. Но здесь субъективный фактор. Алексей Михайлович хотел видеть архимандрит... Ну, на тот момент уже митрополита новгородского Никона, с которым у него были дружеские отношения, которые он считал сабинным собственным другом ближним. И Стефан, понимая это, практически устранился от участия. Формально, конечно, выборы были проведены. Там было 12 кандидатов. Ну, царь выбрал того, кто был ему ближе. Собственно говоря, биографию Никона, думаю, нет смысла пересказывать. Ну, скажу, что он так же, как и Авакум, так же, как и Павел Коломенский, о котором пойдет речь. Это человек из Нижегородской земли. Человек, который родился в семье христианской. Считается, что это был Мордвин из Нижегородского уезда. Его отец был. Со смертью матери у него были большие проблемы с мачехой. Судьба его в детстве, в общем-то, была очень тяжелой. Он стал священником, но после смерти детей решил, что это знак, ушел в монастырь. И вся его вот эта жизнь, конфликты в монастыре, об этом просто нет времени рассказывать, говорит о том, что человек этот был, безусловно, талантливый, волевой, убежденный в своей правоте и чрезвычайно конфликтный. Это ясно из его жизнеописаний, вне зависимости от того, от кого они исходят. И мне кажется, что в фильме «Раскол», в принципе, личность Никона показана очень хорошо. Особенно вот эти первые кадры, именно психологическое его состояние. Можно по-разному относиться к интерпретации исторической, но вот именно психологический портрет, мне кажется, создан очень правильно. И вот именно такой человек, познакомившись с царем в середине 40-х годов 17-го века, он получает неограниченное доверие Алексея Михайловича, становится, как я уже сказал, его особым сабинным другом. И карьера здесь просто такая быстрая, да, 1646-й год. Архимандрит Новоспасского монастыря, это не просто монастырь, это монастырь, где лежали первые Романовы, по ретке, собственно, династии Романовых, то есть это родовая усыпальница, это не просто место, куда там царь Абоково мог поставить. 49-й год, это уже митрополит в Новгороде, опять же, кафедра далеко не последняя, причем проявил себя достаточно активно, там и во время восстания был на стороне государя, и не боялся выходить к толпе, и организовал перенос мощей митрополита Филиппа, что было таким идеологическим, очень сильным моментом, да, то есть перенесение мощей святителя, за которого, как бы, власть должна была нести некую вину, да, и Алексей Михайлович карился за своего, как он говорил, деда, царь Ивана Грозного. Ну и 52-й год, это уже Патаряр. Если говорить о немножечко другом аспекте, да, о том, откуда вообще все эти идеи реформы пришли, то здесь следует, ну, конечно, нельзя говорить об одной такой-то причине, да, но откуда сама эта идея возникает именно в этот период, здесь, по всей видимости, следует след за Зиньковским обратить внимание на приезд в 49-м году Иерусалимского Патарярха Паисия. Надо отметить, что Паисий был человеком, ну, скажем так, доверенным у Алексея Михайловича, именно он рекомендовал ему знаменитого Арсения Грека, человека, который много сделал для дальнейших реформ, человека, который, в общем-то, по своему происхождению, по своей судьбе, скажем так, был весьма сомнительным. Он приходил и в ислам, и в католицизм, то есть, так вот, свою судьбу строил неровно, но человек, который, не зная изначально русского языка, приехав в Россию в тюрьме, выучив русский язык, да, впоследствии принимал участие в церковной справе. Человек, безусловно, тоже талантливый, но очень своеобразный. Это кариатура как раз вот Патриарха Паисия. Так вот, понятно, что уже давно православное население в Речи Посполитой, в Османской империи смотрело на русского монаха, как на своеобразного такого защитника. И здесь и Балканы, и Гореки, и православное население Речи Посполитой, они периодически к этой идее обращались. Так вот, когда Паисий приехал в Москву, он уже имел контакты на эту тему с некоторыми лидерами этих групп, он сам представлял, понятное дело, греков, но он успел переговорить с Богданом Хмельницким. И когда уже в 1948 году по пути в Россию он писал царю, что православное население Польши хотело бы иметь такого же царя, как и Москва. И Паисий, проезжая по дороге с Балкан через Украину, навестил Хмельницкого, вел с ним переговоры о возможности объединения православной части Польши с Москвой. И даже полковника Казачьего с собой Филорана Мужиловского привез в Россию как дипломатического агента для переговоров по этому вопросу. Сам Паисий был горячим сторонником воссоединения Западной и Восточной Руси, то есть земель украинских с Москвой. Он видел в этом залог увеличения влияния православия. И разумеется, что в первую очередь для него важным здесь было, что же будет, собственно, с Османской империей, как можно власть турок в союзе с Россией преодолеть. Он распространял слухи о том, что со временем русские придут и освободят христиан от мусульманского ига. Цареградом владеть будет великий царь Алексей Михайлович, говорил он. И разумеется, что слухи эти вообще для русского царя, который тогда находился в весьма тяжелой ситуации, постоянные войны, то есть бунтажный век, это очень тяжелый век для России, они, в общем-то, для русского царя были невыгодны, потому что с Турцией он в это время хотел дружить. Но с другой стороны, вот эта вот извечная гордыня, которая есть в любом человеке, она, конечно, Алексея Михайловича тоже в какой-то степени задела. И, может быть, невольно, а может быть и по собственным убеждениям, Алексей Михайлович со временем все-таки начинает этим убеждениям Паисия поддаваться. Паисия, видимо, был хорошим психологом, умел красноречиво рассказать о том, как преследуются гореки в Турции. И, конечно, все это приводило к необходимости некоего сближения между греками и между русскими. Паисий был знаком и с Никоном, тогда еще архимандритом Новоспасского монастыря. И надо сказать, что Паисию Никон очень понравился. А Никон, видимо, как раз с этого момента начинает увлекаться гаеческой традицией. Все-таки Никон человек, безусловно, даровитый, но человек необразованный по нашим представлениям. В отличие, допустим, от Патриарха Филаэта, который знал даже латинский, что по тем временам он был уникальным явлением для рубежа 16-17 века. И, конечно, здесь уже начинается такой контакт между греками и Никоном. И интересно такое упоминание. В прошлые дни говорили с архимандритом Никоном и полюбились мне беседы его. И Паисий спросил разрешение на то, чтобы почаще встречаться с архимандритом Никоном. Ну, понятно, что Паисий открыл для Никона своеобразный такой новый мир, который для впечатлительного и амбициозного Никона стал действительно мечтовый. Говорил, что восточные патриархи, хотя и зависят от нестроений турецких властей, но пользуются неограниченной властью над христианским населением. Отчасти это действительно было так, потому что большие у константинопольского патриарха были полномочия, созданные турецкими властями. И Никону это было достаточно близко. Он был изначально человеком властным. Понятное дело, что если Алексей Михайлович станет императором в Константинополе, то Никон, скорее всего, станет патриархом в Селенске. И это, в общем, опять же, такая мечта блестящая, которая для Никона становится на определенный момент его жизни, такой, если не задачей, но светлой идеей. Некоторые, тот же Борис Павлович Кутузов, у него вообще такая есть книжка даже о византийской прелести, он говорит о том, что вечно вот эта вот идея, в Византии, да, она все портит. Ну, можно спорить, конечно, да, но у него такая идея, что вечно русские как бы устремляются спасать кого-то далеко, да, а сами в результате отступают от своих каких-то принципов. Вот. Ну, во всяком случае, факт остается фактом, что влияние было оказано, и с этого момента Паисий начинает рассказывать о том, что, а вот богослужение-то у вас не такое, вот устав-то у вас не такой, вот вы отступили от того, что у нас в Греции. И эти обрядовые особенности, эти обрядовые различия, Никон видит, что они действительно существуют, он не литургист, он не знает, что древнее, да, они действительно поражают воображение будущего Патриарха. И, в принципе, качественный анализ, да, того, что эти традиции, которые были на Руси, они более древние, он был произведен только уже в конце 19-го, начале 20-го века. Это, там, Евгений Евстигеньевич Голубинский, это тот же профессор Николай Каптьяев, вот, они впервые обращаются к этому. И то их исследования замалчиваются, скажем, с тем же Каптьяевым, вообще была возмутительная история, с нашей современной такой точки зрения, да, когда его уже готовая, значит, двухтомная диссертация, труд, да, был просто победоносцовым, ну, вернее, не победоносцовым, а Субботиным даже, да, Николай Иванович Субботин, известный профессор по кафедре Раскова Московской Духовной Академии, он пишет, пользуясь своим влиянием, победоносцеву о том, что просто издавать нельзя, да, потому что, не потому что там неправда, да, там это достаточно прямо в этой переписке сказано, а потому что для церкви это будет невыгодно, да, то есть вот, и книжка будет издана только уже в десятые годы 20-го века, двухтомник, Патриарх Никон и царь Алексея Михайловича, ну, мы еще о книжках немножко поговорим, заключение просто для представления, то есть огромный труд, который был заблокирован на пару десятилетий просто публикации в своей рейде. Вот, поэтому замечания по ищи о неправильности русского устава они Никона задели, и задели Алексея Михайловича впоследствии. Особенно, конечно, это было неприятно в свете того, что вроде как греческие патриархи, да, в частности, Паисий благоволят к русскому царю, но каждый раз указывают на эти расхождения. Казалось, что эти русские нововведения и уклонения, да, с точки зрения греков в уставе, как бы отдаляли, русское общество, русских православных от возможного объединения с греками. Еще более это было неприятно в свете политической ситуации, которая складывалась в связи с проектом объединения с украинскими землями. Дело в том, что на Украине уже была проведена реформа в 40-е годы митрополит Петр Могила, знаменитый. Вот. Он проводит реформу достаточно сильным таким католическим влиянием. В общем, если посмотреть те чинопоследования, которые он вводит, новые, да, они неизвестны были в традиции до этого. И получается, что на украинских территориях уже церковь приближена к греческой, а надо сказать, что киевская митрополия в это время входит в состав Константинопольского патриархата, а с другой стороны московская традиция, которая является другой. И на Балканах, которые находились под греческим влиянием, тоже традиция была в основном гореческая. Ну, говорю в основном, да, там были определенные тоже отличия, но в частности треперстия, да, был уже и здесь для Никона и для Алексея Михайловича, безусловно, возникала такая проблема, поскольку они доверяли грекам, а греки, в общем-то, считали это своей такой традицией, идущей от начала. Другой вопрос, что сегодняшние литургисты уже так не считают. И было решено провести очень серьезное такое исследование. Для этого на восток, на Афон и в другие места греческого востока был послан монах Арсений Суханов, который хорошо знал греческий язык, занимал видное положение в братья Троица-Сергиево монастыря. Суханов выехал на восток одновременно с Патриархом Парисием и произвел там достаточно большое исследование. Он из Москвы поехал в Свидетель Парисием сначала в Молдавию, потом Египет, Сирия, Константинополь, собирает литургические материалы. И летом 1650-го находясь в Молдавии, он получает сведения с Афона о том, что там греческие монахи сожгли несколько богослужебных книг русской печати, в том числе Кириллову книгу, Псалтеи. И было это связано с тем, что в этих книгах указывалось, что крестиц следует двумя перстанет. То есть назаевал в данном случае конфликт уже со стороны греков, которые не принимали русской традиции. Хотя для нас понятно, что на сегодняшний момент традиция двуперстня является более древней. И здесь, собственно говоря, мы можем посмотреть любых литургистов. Если это литургисты русской православной церкви, они, как правило, придерживаются теории революционной, сначала один перст, потом два перста, потом три. Если говорить о старобрядцах, то старобрядческой церкви одного перста все-таки не было. Опять же, дискуссия ведется на уровне переводов, но так или иначе понятно, что и для тех, и для тех сегодня ясно, что двуперстие более древнее, чем двуперстие. Для того времени это как бы не очевидно для греков, поэтому они делают вот эти сожжения. Суханов возмущен, он начинает выяснять в свете Паисия их отношение к русскому чину, выясняет враждебное отношение греков к русскому обряду или русским чинопоследованием, старообрядцы не любят употреблять это слово обряд, но технически оно, конечно, существует. В результате было проведено четыре заседания, на которых обсуждалась правильность или неправильность русского обряда, понимая, что греки считают его более поздним, Суханов наоборот защищает русскую традицию и докладывает в Москву, что греки отступили от древней традиции, доказывает достаточно авторитетно с опорой на Максима Грека, на блаженного Феодорита. В общем, здесь мы уже видим вот это серьезнейшее противостояние. Собственно, начало реформы датируются 1653 годом, накануне Великого Поста Патриарх Никона рассылает по церквам память о сокращении земных поклонов в молитве преподобного Ефрема Сирина и о переходе на троеперстное сложение. Здесь можно просто себе представить даже вот чисто психологически первая седмица Поста. Любой человек напряжен, хочет стать лучше, хочет стать чище, и вдруг ему говорят, что в общем все ты делаешь неправильно, все твои деды делали неправильно, и ты все раньше делал неправильно, надо делать так. Понятное дело, что это тут же дает огромный взрыв, чисто даже на психологическом уровне это понятно, не говоря уже о богословской составляющей. Представим, что сегодня нам кто-то заявит вот так вот оездку, что завтра питью перстань должна креститься. Сразу будет огромная оппозиция. Разумеется, так произошло и так далее, тем более, что главный собор 1551 года с митрополитом Макайем, со святителем Горием Горсанофием, казанскими чудотворцами, с митрополитом Филиппом совершенно конкретно писали о чем-то не знаменуется и не благословляет двумя персты яко Иисус Христос, что будет прок 31 глава 100 глава. Собор не просто из головы постановил базироваться на древних кормчах, на чине приема от яковитов, который был изложен в потребнике Патриарха Филарета 1620 года на Федорита Кирского ссылается, на святителя Мелития Антиархийского. И здесь понятно, что назревает взрыв, протокол Казанского собора Иван Нейронов удаляется в чудо монастырь, молится неделю и слышит голос от святого образа «Время преспестрадания подобает вам неосладно страдать». Он передает это всем сторонникам и здесь мы видим уже начало прямого противостояния Нейронов, Аввакум и другие пастыри уже прямо обличают нововведение Никона, Никона с которым заметьте, они в кружке ревнителей древнего благочестия были вместе, пишут бумагу царю, бумага передается Никону, начинаются репрессии. Первым был Лонгин Муромский, его пытали, далее Иван Нейронов, его заключают в Спасский монастырь, потом Химонов, убили, в результате сослали на Кубинское озеро в Вологодский уезд, так как он там продолжал проповедовать и требовал созыва нового собора, то Никон отправляет его вообще в Кандалакшу в монастырь, Даниил Костромской, его остригают, тоже протопол, истязали в чудовом монастыре и в результате замучили до смерти в Астрахани, ну и конечно первое страдание протопола вакуума, который был взят у Неровного дома, где он в то время жил, в цепях его доставили в Андроников монастырь, посадили в темницу, мучили голодом, издевались, а вакуум здесь был смиренен, говорил, что Бог их простит, не их то зло, а сатаны лукавого, как он сам об этом свидетельствует в своем житии, в результате он отправляется в Сибирь, сначала в Тобольск, там было еще ничего, потому что ему разрешали служить там, и, собственно, видя, что это не приводит к смене взгляда по вакууму, его отправляют в Енисейск, как раз в прошлом году был на месте, где он содержался, и затем знаменитое путешествие в Далурию, 10-11 лет примерно все вместе это занимает путешествие, ну там получается, что в 62-м году уже его царь призывает обратно, но два года еще нужно было ехать обратно, так что, в общем, понятно, что хоть стало и полегче, но мучения продолжаются. Это только те, кого взяли в 1653-м году, да, то есть это еще до всяких обсуждений на соборах, там, до вообще каких-либо споров по этому поводу. Второй момент это, конечно, исправление книг, да, вот мы пока в основном все-таки касались вопросов, которые связаны были с стороной обрядовой, хотя это еще только начало, да, так вот, Никон понимает, что долго на таком вот своем авторитете, на своей индивидуальной власти может и не сможет он продержаться, пока царь ему доверяет, да, но дело в том, что тот же протопопа Вакуум тоже имел огромный авторитет у царя и все-таки Алексей Михайлович в какой-то степени курировал деятельность кружка и внителей древнего благочестия, поэтому он начинает действовать более аккуратно и все-таки начинает опираться на соборы в марте 1655-го года. Правда, под давлением Алексея Михайловича, который тоже осознавал эту необходимость, были такие обсуждения. Ну, вообще здесь нужно отметить, что еще в самом начале 1654-го года печатный двор перешел под контроль ПТА. и здесь в нем на нем действуют в основном греки и большое влияние западно-русские справщики оказывают. Вообще здесь Арсений Грек, здесь чудовский старец Ефимий, старец Матфей, это противники позиций Неронова и Аввакума, представец, Матфей сыграл очень негативную роль по деле Неронова, там, протопол по Адаян, еще и еще. Ну, и влияние внешнее, официально он в штате не был, Епифания Славянецкого, да, то есть это влияние уже западно-русской традиции. Как я уже говорил, сама по себе идея того, что необходимо собрать книги, да, как-то унифицировать богослужение, она уже существовала, Суханов уже собирал книги, это началось еще в 52-м году, но в 53-м году, значит, было прислано большое собрание, более 500 книг, там было около 200 старых уставов, служебники, книги Афонского монастыря, вот. Но проблема здесь была вот в чем. Дело в том, что книги, которые привозились, книги, которые должны были использоваться, на практике не использовались. И это уже доказано было в 20-м веке, в методном сверке, в значительной степени использовались те книги, которые существовали в Западной Руси. То есть, те же исправления Петра Могилы, да, и книги печати нового, греческой, так называемые венецианские книги, римские книги, то есть, напечатанные в латинских типографиях для православных. Там чинопоследования и тексты несколько менялись, но здесь я даже хочу больше обратить внимание все-таки на книги вот этой печати западно-русской, то есть, уже реформированные. По реформенной тексты, они совершенно четко по своей логической стороне, да, как раз напоминают эти тексты, а не московскую традицию. Хотя бы от того же Епифания Славинецкого, да, то есть, просто язык уже все-таки был различным. Там какая-нибудь грамматика смотоитского, да, в качестве образца применялась на Руси, еще этой традиции, в московской Руси, я имею в виду, этой традиции еще не было. Вот. 1 апреля 1654 года начинается печатание нового служебника, 25 апреля сдается в печать новая книга Скрижаль или свод церковных законов, причем в основе здесь венецианское издание греческого текста, которое было прислано как раз Никону, тем же самым Парихи. И в дальнейшем мероприятием Никона была посылка запроса к патриарху Константинопольскому о разногласии между русскими и греческими уставами, причем Никон выставлял своих противников врагами всего греческого, то есть такими мятежниками, которые выступали за что-то новое. Вот это очень негативно его характеризует, но здесь есть совершенно независимые источники, то есть допустим тот же Павел Олебский пишет о том, что его отцу, Патриарху Никон представлял Неронова в качестве некого такого злодея, который вот где новые чины хочется вести, да, именно в качестве еретика некого такого. Вот. В марте 1655 года публично Никон выступает против старого русского перстосложения и так далее, и так далее, и так далее. То есть ну, если так может быть даже пройтись по соборам, краткий обзор соборов, который в это время происходит 1654 год, Никон выступает с речью, которая позже вместе с соборным деянием была отъездана в предисловии к служебнику 1655 года и в предисловии к скрижале в 1656 году. В 1655 и 1657 году целый ряд соборов, которые рассматривали отдельные преобразования, ход реформ в целом, и это собор в марте 1555 года там было сравнение книг Суханова с древними славянскими и греческими книгами, которые, как мы видим, впоследствии, в общем, не применялись практически для сверки, то есть тезис был провозглашен один, да, а на практике все было иначе. декабрь 1655 года вопрос об освещении воды только один раз в сочельник благоявления, затем в январе-феврале 1656 года деяния на Ивана Неронова и антиохийский Патарах Макарий Третья, Патарах говорил и никейский митрополит Григорий проклинают Двуперстия, первый прецедент официального проклятия, затем в апреле-июне 1956 года одобрение перевода греческого издания Скайжали и опять же повторение клятв на Двуперстия, затем в мае 1956 года собор, который отменяет повторное крещение католиков, то есть признание католического крещения, через несколько дней повторное проклятие Неронова, вот, в 1957 году собор, который учредил капитры в Смоленске и Вятке и в то же время исправление по Патрибнике. Вот, ну, еще раз повторюсь, что анализ этих текстов показывает, что, к сожалению, правка велась не по тем текстам, которые декларировались, очень скоро это было выявлено. Вот, значит, что является таким, такой, один из важнейших моментов, связанный с вот этими соборными исправлениями. Здесь, конечно, важен конфликт в рамках первого собора, связанный с позицией единственного епископа, который открыто выступил против этих айфон, это епископ Павел Колонский. Личность очень интересная. Во-первых, это человек, который с Никоном связан с раннего детства. Это тоже человек родом с Нижегородчины, и его отец, священник, обучал Никона грамотой. Как раз в тот период, когда Никон был ребенком с таким нелегким детством, и таким образом с детства он с Павлом был хорошо знаком. Прошло время, мы некоторое время ничего не знаем о Павле, затем Павел уже известен нам как Инок, и когда выдвигается Никон, он становится игуменом Пахнутий Боровского монастыря, тоже неплохое место, не последнее место по влиянию, а когда Никон становится Патриархом, он пытается вывести своих, так сказать, людей, которые бы ему доверяли и помогали, и он ставит Павла епископом Коломенским и Каширским. Кстати, я говорю, интересный момент, единственные епископии на то время, все остальные были митрополиты или архиепископы, устройство русской церкви было немножко странным для нашего понимания. Казалось бы, это человек, который обязан Никон, и Никон, видимо, на это надеялся, но именно он во время собора, когда начинается исправление, выступает как противник этих нововведений. он правда не заявил, он просто оставил свою подпись под деяниями собора, но вместе с тем приложил свое личное мнение, которое фактически эту подпись дезуировало. Согласно многим таким научно-популярным книгам, обычно считается, что единственное, кто выставил на соборе против нововведений, это Павел Коломенский. Ну, на самом деле, там из 35 человек участников собора, 7 человек было против, просто они были ранговыми ниже, из епископов один единственный был. Ну, и здесь стоит отметить, что впоследствии, впоследствии, конечно, были прецеденты и того, что епископы не хотели принимать нововведения, но они не выступали открыто. Известно, что пока был жив митрополит Макай Новгородский, он придерживался старой традиции Маркел Вятский, Вологодский и Александр Вятский, которые впоследствии принял схему, пережил всех уже в 70-е годы, принял схему и удалился. Вот. Они были против этих нововведений в разные периоды, но открыто они об этом не заявляли. Вот. Давайте, наверное, поговорим... о конкретных изменениях, которые в то время произошли. с двуперствием, я думаю, более-менее все понятно, да, двуперствия знаменовало сразу два догмата. Здесь мы видим божество и человечество, то есть две природы, здесь мы видим святую Троицу. Ну, собор достаточно так серьезно впоследствии обосновал изменения, которые произошли и заявил, это уже собор 66-67-го года, заявил о том, что где пальцы здесь вот неравны, поэтому получается святая Троица здесь вот так вот неравна, так вот так вот ровнее будет, да, но в общем непонятно почему они ровнее. Вот. Что касается первоначального осмысления Трои Перстя, то проблема в том, что там изначально выражается лишь один догмат, да, то есть святая Троица, а две природы изначально вот эти пальцы они не трактовались как две природы, тем более, что здесь вот мы видим, да, божество и человечество, да, человечество, как бы, преклонив голову к земле, да, божество возносится, вот, но даже если условно говорить о этих двух перстах как о двух природах, то это уже трактование позднее, когда начали с островецами дискутировать, а изначально там указание о том, что эти персты держать праздно надо, да, то есть нет, как бы, вложенного смысла в них, вот, это, конечно, вызывало серьезные вопросы, здесь можно, конечно, говорить о том, что там островец потом говорили о том, что вот, где Трои Перстям Троица распинается, она никогда на крест не восходила, понятное дело, что это уже интерпретация, которая не имеет отношения к тому, что исповедовали нововерцы, складывая Три Перстар, да, но сама по себе вот эта вот символика выражения двух догматов или одного догмата, она, конечно, чувствовалась сразу. Значит, что касается дальнейших изменений, ну вот, начнем, конечно, с книжной справы, я взял книжку Мельникова «Краткая история древней православной староавреческой церкви», здесь приводятся основные моменты, вот отсюда удобнее цитировать, но если вам интересно посмотреть более такую систематизированную таблицу разных-разных изменений, примеров систематизированных, то отсылаю вас к книге Бориса Павловича Кутузова, которая называется «Церковная реформа XVII века как идеологическая диверсия», там вот именно в табличном варианте, причем показано, где текст изменен в худшую сторону, где изменений фактически не произошло, и те редкие случаи, когда, в общем, имело место быть некое исправление, которое соответствовало там, ну, потому что понятно, что значения в книгах были, да, то есть здесь никто с этим не спорит, там можно все это проследить. Мы сейчас поговорим немножко о таких важных моментах, ну, вот, например, в чине крещения по старым книгам священник читает «Запрещайте дьяволе, Господь наш Иисус Христос, пришедай в мир и вселивайся в человечество». Здесь понятно, что ясно, что дьяволу запрещает Господь, да, но текст, который был принят новый, запрещает тебе Господь дьяволе, пришедай в мир и вселивайся в человечество. То есть явное смысловое непонимание, то есть по всей видимости происходящее от того, что гаеки не до конца знали русский язык. Текст, кстати, говоря сейчас поправлено обратно, то есть его уже не используют в начале XX века, там еще был такой текст тоже, на эту же тему «Молимся тебе, Господи, ниже до снидец кричающимся дух лукавый». По новым книгам было «Ниже до снидец кричающимся молимся тебе дух лукавый». То есть представлена совершенно ситуация, понятно, непонимание просто языковых особенностей, которые приводят к кощунту по сути. Но еще раз говорю, что вот этот текст сейчас исправлен, сейчас уже так не читают, хотя насколько мне известно, некоторые дореволюционные потребники еще используются в составе текста, уже не издается, конечно. Вот. Конечно, важные моменты связанные с символом Веры. символи веры Таи важных таких моментов, не считая окончаний, да, это в восьмом символе, в восьмом члене символа веры гоическое слово «кириус» переводится в старооберической традиции как Господа истинного, да, Господь истинный, но слово одно, и соответственно, впоследствии при Никоновском исправлении там просто был вставлен Господь, да, Господа. то есть в данном в первом случае, да, мы видим смысловой перевод, в втором случае формальный, да, заменено на слово, да, но без раскрытия, как бы, тогда у старооберцев возникал сразу вопрос, почему, собственно, отец и сын они там есть истинные, а здесь непонятно духом истинного нету. Рожденно, а не сотворенно в старооберческой традиции, да, это тоже понятный момент, усиление противительный союз, а направленный против арианства, там как бы усиливает рожденно, не сотворенно, ну, как бы перечисление. Вот. И третий ключевой момент, это не есть конца или не будет конца, да, то есть уже нет конца или еще когда не будет, не будет конца. Вот три таких момента, которые в символе. Для Никона, собственно, ключевым был вот этот вопрос скериус, потому что он видел старую вышивку, на который был переведен одним словом, да, и он за это зацепился, но на самом деле все эти три момента, они являются очень важными и до сих пор обсуждаются очень серьезно. Остальные текстовые моменты, ну, наверное, разбирать не будем, да, они, наверное, уже в ходе каких-то следующих лекций там будут у нас. Сейчас, наверное, все-таки немножко вернемся к историческому контексту, чтобы поговорить, как же дальше все развивалось, и тогда уже в заключении тоже поговорим о неких таких базовых различиях, на которые тот же Мельников обращает в первую учить внимание. Вот в 1658 году произошел очень важный момент в истории реформы. Никон разрывает царю, то есть уходит из Москвы, ситуация накалялась достаточно долго, Никон все больше и больше приобретает государственные власти, титулуются уже великим государем, так как титулуются царь. Ну, вообще-то Алексей Михайлович ему это изначально разрешил, но со временем, когда началось охлаждение отношений, это, конечно, вызвало серьезные вопросы. Из всех патриархов у нас до этого такой титул имел только патриарх Филарь, отец царя, здесь возможно исключение, да, так вообще-то великий господин, патриарх и титул. Ну, это, конечно, все, на самом деле, такие моменты достаточно формальные, к большому счету Никон уже получил слишком много власти и оказался немножко на другой политической стороне по сравнению с Алексеем Михайловичем, там дипломатические некоторые отношения в это дело вмешивались, в результате Никон решает разыграть такую достаточно сильную сцену, он публично уходит в храме, воспользовавшись тем, что Алексей Михайлович несколько раз пропустил патриаршее богослужение, говорит, что уважения ко мне нету, значит, вы обещали при избрании, что я буду влиять, без моего ведома ничего не делать, я буду влиять, на духовную жизнь буду вам как отец, а вы меня не слушаете и уходим. Проходит некоторое время, Алексей Михайлович как бы не реагирует. И вот в этой ситуации Никон, конечно, понимает, что просчитался. В определенный момент он возвращается в Москву, но Алексей Михайлович уже его видеть не хочет. Ему приказано вернуться, и до 66-67-го года он находится в своем Ново-Иерусалимском монастыре, который он выстроил. И периодически то идет на переговоры, то не идет на переговоры. Вообще Никон считал, что избрание следующего Патриарха возможно только свое благословение. По той простой причине, что он считал, что он ушел с кафедры, но не отказался отца. Он до сих пор является Патриархом, поэтому новый будет только свое благословение. В 1660-м году была попытка собора избрать нового Патриарха, но Епифаний Славинецкий объясняет собору, что вообще так не делают, что в православной практике нужно тогда либо с Никона снимать сам, либо благословение Никона. Никон тоже не щадит сложа руки, он представляет целый список претензий и дело принимает такой затяжной характер, фактически неразрешимый. Сдвиг начинается только после того, как в Москву приезжает очень интересный персонаж, митрополит Гасский Паисий Легорит. Человек очень интересный, если верить Мельникову, который ссылается на католических отцов, на их здание, изначально католический священнослужитель, выдававший себя за православного, если верить Каптереву, то перебежчик, то есть он успел послужить и тем и другим, но судя по Каптереву, на тот момент, когда он приезжает в Россию, он уже давно на своей кафедре, то есть знаменитой Гази в Палестине уже давно не был, собирал денежки, отправлял их к своему дядюшке на один из островов и в общем находился в подчинении католической церкви, но мимикарировал под православного митрополита. Меруси об этом знали, и пока он доехал до Руси по приглашению Никона, ну, Никон к тому времени уже остался неудел, в общем-то и Никон, и многие хорошо представляли, что это за фигура. Но вот власти ему доверились, поскольку он ситуацию очень хорошо прочувствовал. Когда приехал, несмотря на то, что приехал по приглашению Никона, сразу начал писать против Никона. И он составляет обличительные ответы на вопросы боярина стоящего против Никона. Плюс к тому еще епископ Вятский Александр, о котором я говорил, тоже выносит на обсуждение достаточно много обвинений против Никона. И вот до собора 66-го года, до собора русских архиереев, еще не вот этого 66-го 67-го, а предшествовавшему собору, ведется достаточно жесткая полемика. И вот в 66-м году состоялся собор, который состоял из русских архиереев. Это собор, который осуждает тех, кто придерживается старых чинов, то есть в том числе и Авалкума, они там все вызывались на этот собор, и его сторонников, и при этом расходятся с церковью, выступая против церкви. Это понятно, то есть осуждены люди. Понятно, что для старобрядцев это подход абсолютно не верный, но понять логику собора мы можем. Но в 1666-67 годах происходит еще другой собор, большой московский собор, который делает ситуацию без поворотов. что это за история. Для того, чтобы осудить патриарха Никона, в Москву приезжает много, множество греческих архиереев, и в том числе два патриарха, Александрийский Парихий и Антиохийский Макай. Правда, к тому времени, как они доехали до Москвы, они уже собственно патриархами-то не были, потому что Константинопольский патриарх в связи с тем, что без его Парфений тогда был, без его благословения, живущих в Константинополе, патриархи отправились на собор, он добивается у властей, чтобы этих патриархов-то в общем-то уже убрали. Получается, что они уже приезжают, когда их уже собственно кафедр убрали. на соборе главным связующим звеном между патриархами и русским правительством является Паисий Легаид, уже нам фигура знакома. Интересно, кстати, что в Москву в это время уже пришло сообщение о том, что Нектар Иерусалимский, то есть его непосредственный патриарх, его уже прокол отлучил, но это уже не играет роли, потому что он выгоден властям. В крайне щекотливом положении находились некоторые из русских архиереев. Ну, например, Иларион Айзанский и Павел Сарский, то есть бывшая Сарайская кафедра, который на тот момент был местоблюстителем Патриаршего престола, Дело в том, что они целиком разделяли взгляды Никона о превосходстве священства на царство. Но при этом они находились на стороне властей. Получилось так, что в результате в конце собора они с одной стороны против Никона выступали, а с другой стороны к концу собора и Павла и Иллариона временно запретили в служении. Получалась такая противоречивая ситуация. Итак, я уже сказал, что русский поместный собор занимался проблемой Никона и проблемой старобрядцев. И вот по поводу Никона он постановил, что достаточно умеренно осудил патриарха за самовольное оставление престола, паства и внесение смуты в русскую церковь. Определил, что бросив без недостаточного повода свою кафедру, совершил преступление и автоматически лишился патриаршей власти, но его не унижали, ему оставили сан на покое и предоставили три монастыря с которых он мог понятное дело кормиться, вполне нормально жить. То есть здесь получалось, что авторитет не затронут и единственное, что он должен был гарантировать, что без разрешения царя и нового патриарха он не будет приезжать в Москву, чтобы смуту не выносить. Вот. Потому что русский епископат все-таки был с ним связан. Теперь же ситуация была несколько другой, когда приехали патриархи греческие, здесь уже ему не поздоровилось. в конце шестьдесят шестьдесят шестого года декабре его дело разобрали всего за две недели. Греки, которые были поддержаны лишь частью русских епископов, решили решить его епископского сана, ставили ему вину, как раз, вот это учение о превосходстве священства над царством, в отличие от русских архиереев, и в результате с него сняли клобок, сняли все патриаршие отличия, он был низведен до обычного монаха, Макарий Антиохийский лично снял с него клобок по ноге, и много ему было высказано, после чего его отослали в Ферапонт, монастырь. Ну, как я уже говорил, через некоторое время все-таки Никон был переведен в более благоприятные условия, ему направлялось хорошее содержание, хороший стол, но в ссылке он был практически до своей смерти, то есть царь Федор Алексеевич его освободил буквально накануне его смерти, он умер по дороге под Ярославлем, и восстановили его в патриаршем достоинстве уже после его смерти, то есть в общем-то достаточно сомнительным способом. Вот, на патриарший престол был избран новый патриарх, им стал Архимадрид Иослав из Троицергиевого монастыря, это уже был человек престарелый, он в общем-то особенно не отвечался в делах реформирования, а вот что касается следующего патриарха, да, Якима Савелова, там, это, конечно, фигура особая, но это мы уже когда будем говорить о делении на согласие, тот был отставной военный, и говорил, что нет старой веры, нет новой веры, есть вера государю, там уже начинаются четкие репрессии. Репрессии, как вы поняли, проходили все это время, да, хотя вакуумы и вернули, как я говорил, после этого он был отправлен вместе с своими соузниками, но об этом мы будем говорить отдельно, далеко на север, в Пустозерск, где мученическая кончина постигнет его уже в 82-м году, то есть через много лет уже после этого собора. Ну, так вот, значит, другой вопрос, очень важный вопрос, который обсуждался на соборе, это вопрос о церковной реформе. Собор полностью признал все проведенные церковные реформы, переход на греческую традицию, и принимает совершенно беспрецедентно беспрецедентное решение, которое перечеркнуло возможность дальнейшего диалога. если до этого периодические контакты тот же Нерону, мы говорим, что он все-таки остался в общении с Никоном, с его преемниками, после вот этого решения уже говорить о каких-либо контактах не приходилось возможным. Собор осуждает не конкретных лиц, а осуждает сам старый обряд, то есть вносит постановления, вносит постановления, которые проклинают саму по себе старую богослужебную практику. В XIX веке, правда, пытались это закамуфлировать, интересно, что весь XVIII век никаких возражений по поводу такой интерпретации соборных постановлений не было, потому что старобрядцы осуждались, при том же Петре I само по себе двуперствие считалось признаком раскола, дело в том, что было даже в XIX веке достаточно много приходов, где люди, которые совершенно считали себя чадами православной российской церкви и причащались от священников православной российской церкви, крестились в Дунеперстане, Нижегородская, Владимирская губерния, вот при Петре I есть четкое постановление, если креститься двумя представлениями, считать раскольным, не писать раскол, никаких вопросов судить. Так вот, в течение XVIII века это как бы не вызывает определенных вопросов, а вот с учреждением единоверия это сразу становится неудобным и многие достаточные деятели, в том числе митрополит Филарид Роздов, в том числе Субботин, они будут потом интерпретировать соборное постановление уже опять же так же, как какими были постановления вот этого русского собора, да, что мол, это для тех, кто отделяется от церкви, вот из-за таких из-за богослужебных чинов, та, а, не, просто сам по себе обрет. Ну, в общем-то, сейчас уже опять же все эти тексты опубликованы и поэтому вопросов особых это не вызывает. Тоже соборное постановление, о котором мы будем говорить уже в четвертой лекции 1971 года, оно показывает, что раз постановления отменены яко небывшие, да, то понятно, что, собственно говоря, отменять постановления, которые действуют только на тех, кто отсоединяется от церкви, да, это, в общем, было бы достаточно глупо. Собор запрещает постановление стоглавого собора, то есть перечеркивает опять же всю традицию стоглавого собора, запрещает повесть о белом клубуке, в которой писалось о том, что после предательства православия греками на Флорентийском соборе и падения Константинополя защиты церкви это обязанность русского народа, да, то есть опять же идея Третья Рим, и житие преподобного Ефросиния, в котором оправдывалась двукратная Аллилуйя, да, это я это пропустил, да, еще один момент, в старых потребниках Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже, новых Аллилуйя, 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 Слава тебе Боже, да, то есть Провецы говорили о том, что получается, что как бы четыре раза, да, некая четверица получается, да, реформаторы говорили о том, что Аллилуйя, 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 каждому лицу Святой Трожица, да, и Слава тебе Боже, как всему Божеству. Вот. Вот эти моменты были запрещены. Доходило до даже поразительных таких моментов, что, например, греки запретили писать митрополитов Петра и Алексея на иконах белых клопок. Понятно, что со временем традиция вернулась, но в постановлениях собора это есть. И таким образом этот собор стал последней разделяющей такой точкой, на которой совместный диалог, возможность совместного диалога закончилась, началось размежевание, все большее разделение, начались все новые и новые разделяющие моменты. Правда, те деяния, которые до нас дошли, они записаны были тоже достаточно интересным человеком. это Семен Половский. Семен Половский, помимо его вирж, его художественных произведений, его воспитательные работы, он, в общем-то, по всей видимости, все-таки был тайным католиком. Вот. И здесь, конечно, его роль весьма негативная роль сказал, но даже если как бы отбросить такие личностные моменты, понятно, как делались эти деяния. То есть они делались в художественном стиле, свойственном для Семена Половского. Он, скажем так, расписывал некие идеи, которые он приписывал. Тот-то сказал то-то, тот-то сказал то-то. То есть докопаться до исторической истины, кто на самом деле что-то сказал, для нас очень сложно. Так, что у нас со временем, потому что есть еще конечно разбор некоторых моментов, которые как раз были собой, но если есть желание обсудить какие-то вопросы, может быть лучше обсудить вопросы, а этот разбор перенести на следующий раз, смотрите как вам удобнее. У меня есть вопрос, мне интересно. Вы упомянули великое освещение воды, я так понял, что реформы Никона они подписывали совершать его один раз, только там очень интересный был момент, там сначала была введена греческая традиция одного освещения, а потом все-таки Никон же вернулся к двум освещениям. Правда, старобедческая традиция считает, что это все-таки освещение разное, то есть вода, которая освещается накануне, вода, которая освещается непосредственно в день праздника благоявления, она с точки зрения старобедчества имеет несколько разных свойств, а именно та вода, которая накануне это, собственно, агиасма, которую используют только в течение нескольких часов, в зависимости от того, как далеко жилище находится, количество часов варьируется, затем хранится как великая святыня и используется по благословению духовного отца как своеобразное восполнение причастия, то есть в случае, если либо нет причастия, невозможно причаститься, либо если человек недостой причастия, то вот такое может быть благословение, вот, а вода, которая освещается собственно в праздник, она применяется как обычная святая вода в течение всего года. А расскажите, пожалуйста, разночтение Терпаре Пасхи у православных и у старобедцев, когда оно возникло и вот честно говоря, я не скажу когда собственно оно возникло, дело в том, что у нас там есть текст и идентичный текст реформированному и текст другого, так, я тогда специально может быть этим вопросом как-то озабочусь и в следующий раз вот по поводу Тройперстия сохранились какие-то сведения откуда вообще оно берет свое начало и не явилось ли это результатом какого-то латинского влияния или это внутри византийской реформы вот это очень сложный вопрос потому что есть упоминание о том что у меня действительно было некое Тройперстие но вот все-таки таких изображений где у них было Тройперстие такое нет все-таки возможно это такое Тройперстие поэтому здесь сказать точно невозможно так же как хронологически непонятно когда все-таки Тройперстие утверждается в греческой церкви ну как тебе стоит примерно на 13 веке но это достаточно большой вопрос ну вот понятно что на основе опять же изображений которые имеются в римской церкви да там есть изображения двуперстия и известно что оно там использовалось более того экскурсоводы которые сейчас ходят за имя они об этом знают ну может быть не все есть такие экскурсоводы которые показывают двуперстие объясняют что это это две поделки вот я где-то встречал что после 905 в каком-то тексте а мельников пишет что у него как-то нет четкой даты у него как будто бы это было даже несколько раньше но по-моему все-таки это после 905 года я так понимаю что дело в том что мы же еще о книжках должны поговорить дело в том что мельников писал свою работу в эмиграции в Румынии не имея под руками собственно всех нужных источников что-то он писал по памяти поэтому здесь могут быть какие-то неточности вот именно такие вот в датах то же самое что допустим у Карташок встречается вроде как все по делу но какие-то даты совершенно другие чем они на самом деле есть я так понимаю что это после 905 года после закона вероятертирности если вопросов пока нет может быть по книгам еще вопросы я правильно понимаю что решение собора 66-67 года они вот уже в наше время полностью изменены русско-холосовной церкви или они совсем вот в 70-х годах был какой-то решение да в 1971 собственно говоря первое решение было еще при митрополите Сергии еще вместо Глестителя когда он был вот это 29-й год на уровне Синода были постановления отменяющие это было связано с тем что там были определенные переговоры с гиглопоповцами возможности объединения об этом мы еще поговорим а официально собор 1971 года были спроецированы вот эти постановления Синода это как раз митрополит Никодин его политика вот да были все эти клятвы признаны яко не обувь ну давайте о книгах немножко да вот это книжка Федора Мельникова краткая история древле православной стародайческой церкви вообще такие зелененькие книжечки целая серия у Мельникова их много это известный начальчик русской белокринитских старобрядцев белокринитского согласия то есть главного поповского согласия человек энциклопедических знаний книжка как я уже сказал это написано было в эмиграции в Румынии жизнь его была достаточно сложной после революции некоторое время пришлось пожить и на Кавказе и на Дальнем Востоке потом въехал в Румынию сначала в Кишинев соответственно потом уже в Мануйловку когда уже советские войска вошли на территорию Молдавии перемещается в румынскую Молдову там доживает в монастыре в Мануйловке свою жизнь там уже была написана эта работа поэтому еще раз говорю здесь могут быть какие-то недочеты в плане дат что касается Мельникова советую читать но сразу предупреждаю что где-то могут быть достаточно резкие такие высказывания выпады человек такой был он так же как вот у беспоповцев Лев Феортистович Пичугин это в первую очередь полемист то есть человек диспутов поэтому иногда и на бумагу просачивается такая жесткая полемическая волна в первую очередь советую читать вот краткую историю и еще есть интересная такая книжка блуждающие богословия где Мельников пытается сопоставить те противоречия которые есть в современном для него новооборечестве и богословские и богослужебные он как бы берет разные источники и вот показывает что вот здесь вот там влияние католической церкви а здесь вот сами что-то придумали а вот здесь вот и как бы вот на этих противоречиях единственный минус конечно что он не дает там ответов как должно быть на самом деле но должна была быть вторая часть не успел написать вот далее книжки Николая Каптерева уже я их немножко представил самый масштабный труд который нас интересует это Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович двухтонник пару раз он уже издавался в наше время но есть и отдельные работы вот в частности Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов здесь интересные кстати приложения которые говорят о тех нестроениях которые были в русской церкви накануне раскола чтобы объективным быть из таких книжек которые только что вышли и которые доступны для любого даже самого простого читателя наш певухарининский автор Дмитрий Александрович Варушев это вот книжка «История русского островедчества» это такие легкие отчерки которые можно читать детям книжка ну как написано 12 плюс у меня корейстники моложе они спокойно читают но и для взрослого человека они достаточно интересны потому что здесь нет каких-то глубоких богословствований здесь такая легкая история хорошим языком у него есть и другие книги и еще обязательно книжка которая сейчас нет под рукой это уже упоминавшийся Сергей Зинковский русское старобрядчество книга у нас издавалась дважды первый раз издавал журнал «Церковь» именно первый том а второе издание более позднее более фундаментальное там фрагменты второго тома то есть первый том это 17-й век собственно говоря вот проблема разделения о которой мы говорили а вот что касается второго тома том не доделан там интересные достаточно фрагменты посвященные например старобрядцам и революционным движением в 19-м веке то что в принципе у нас как-то в 20-21 веке мало было изучено там немножко об этом писал в свое время Субботин с такой миссионерской позиции там есть политика Петра по отношению к старобрядцам тоже интересный момент но это все вот отдельные почерки которые так и не были соединены в единый том не успел автор и еще раз говорю что Борис Павлович Кутузов интересный автор но сразу предупреждаю что он не историк он порой делает примерно так то есть у него есть тезис под этот тезис набирает из разных исторических трудов будь то Ключевский будь то Суботин куски которые характеризуют его тезис поэтому может быть это немножко не такой объективный взгляд но интересная подводка и вот самое интересное конечно у него вот эти вот сравнения литургических текстов этого просто до этого не было сделано у Бориса Павловича там есть такие достаточно курьезные перегибы в конце книги он начинает увлекаться там обсуждать на тему того что вот нельзя пользоваться там шурупами с кристообразными головками но это не влияет на основную часть книги как бы это уже просто некий человек очень пожилой может быть это его такое рвение да вот он головщик был спас Андроников монастыря как книга называется церковная реформа 17 века как идеологическая диверсия только есть брошюрка маленькая а есть полноценная книга она несколько раз переиздавалась полноценная книга в ней сравнение есть вот он собственно из русской православной церкви он головщик был в спас Андроников монастыре долгое время но очень много сделал для возрождения знаменого пения переложение текстов некоторых скрывков на ноты расшифровывание некоторых рукописей ну такой интересный исследователь ну я говорю что он больше не историк он больше музыкарик вот Кожурин Кирилл Яковлевич Сержин о Кожурине да это как о Кожурине я кстати хотел в следующий раз говорить в связи с согласиями то что его труд который без поповски согласия разбирает да но можно порекомендовать его два труда выходивших в Жезел посвященных протопопов вакуума Боярне Морозову Боярне Морозову малой серии вакуум соответственно полноценная большая книжка вот он представитель поморского согласия но человек тоже с академическим образованием кандидат философских наук преподаватель педагогического университета в Петербурге Герцоговского поэтому это серьезное исследование еще какие-то вопросы можно еще вопросы мне показалось особенно в ходе прошлой лекции когда Эра Дельман рассказывала про житие протопопов вакуума что это два характера очень похожих вакуум и микро и что их противостояние напряжение между ними она во многом определяла процесс ну мне не кажется что они похожи но то что и тот и тот личность то что и тот и тот люди которые отстаивали свои убеждения так до последнего это да они оба болевые люди но психологически мне все-таки кажется это разные типы а вакуум не столь властен ну все-таки разные типы психологические мое мнение такое хотя безусловно да и тот и тот это такие молитвенники никон отличался тем что он носил тяжелейшее облачение у него были огромные четкие из янтаря такого размера и вакуум который тысячами бил поклоны начально то есть в этом плане они конечно сопоставимы но так они различны все спасибо а в 1666 года все-таки проклятия которые были на подкрепление как бы этого решения обосновывалось чем все-таки это же собор серьезное приятие только межполитическими соображениями на тот момент или же была какая-то база ну здесь как бы общее проклятие оно так не обосновывается это уже и в толк а вот в следующий раз мы наверное то что я не успел разобрать все вот эти различия там по поводу каждого различия мы скажем как оно обосновывалось вот я начал про это говорить что троеперстие обосновывалось неравностью к герстону да вот там есть такая база по поводу каждого конкретного постановления которое вводится новое переуничтожается ста вот укажу на книжке про Боярину Морозову у него указываются там слова протокопа Аввакума про то что у Никона были наложницы во время его патриаршества это действительно правда да ну я вот честно говоря на основе исторических источников этого сказать не могу да то есть дело в том что ну Кирилл Яковлевич все-таки любит такую беспоповскую эстетику видимо это связано все-таки с такими цитатами так же как мы знаем замечательные эти беспоповские луки да где там ником там кресты подкладывает все в тапочки даже ну это уже все-таки народное творчество в большей степени надо сказать что в то же время наложницы были у греческих патриархов некоторых абсолютно безусловно партой и грекам конечно я хотел простых пример почему или нет почему я все-таки не думал все-таки я не думал кстати если уж можно тогда ну как подавать любом приличном обществе я представлюсь потому что Роман Валерьевич очень давно мы вместе учились на эстфаке я тоже историк Вадим Венедиктов тоже кандидат исторических наук и вот я бы хотел задать такой вопрос но наверное он наверное будет также нашим некоторым рассмотрен в следующих встречах а именно то что у нас очень любят в России отмечать всякие праздники юбилеи и вот сейчас 70-летие победы может быть в этом году кто-то будет отмечать 200-летие Венского Конгресса там еще какие-то даты но ведь как-то напрашивается что в следующем году будет 350-летие как раз того самого собора о котором сегодня вектор так много рассказывал говорил наверное продолжит и кстати в этом же году а именно в следующем будет восстановлена вот эта обитель новый Иерусалим и по случаю этого наверное будут большие торжества наверное мало кто знает что патриарх Кирилл он так же как и Никон полумордвин то есть они как-то и генетически друг на друга похожи наверное и судьбами хотя конечно у патриарха Кирилла к счастью или к несчастью не было детей а у Никона был такой период в жизни семейной и вот я бы хотел поинтересоваться может быть конечно автор точнее наш лектор об этом скажет еще и в следующий раз вообще что это вот за идея у Никона с новым Иерусалимом потому что понятная концепция Москва Третий Рим такой вот поворот к Иерусалиму и при том насколько вот неизвестно каких-то источников где бы раскрывалась эта идея почему именно новый Иерусалим теперь у нас здесь появляется скажем не что-то иное вот мне лично как-то до сих пор это не ясно и вообще как старообрядцы относятся к этому месту посещают ли они его потому что насколько мне известно в этом монастыре уже даже есть культ патриарха Никона и некоторые его также считают святым да местнощитим святым вообще что это место значит для современного старообрядчества в контексте вот того что в следующем году будут там праздновать воссоздание этой обители вообще нет ли вот какого-то символа уж не знаю там последних времен апокалипсиса ну и так далее хотя конечно слишком мрачно естественно я бы не хотелось подать какую-то эсхатологию но она все-таки присуща конечно же старообрядчеству не мне да насколько чего это предвестие да вот а что касается отношения старообрядчества ну наши студенты нашего духовного училища туда ездили смотрели в общем конечно отношения у них к Никону понятное дело сугубо негативное но в данном случае это еще памятник все-таки 17 века один из наиболее таких интересных допустим во многом восстановлены в последнее время какие-то моменты реконструированы вот поэтому мне кажется что с точки зрения старообрядчества какого-то такого достаточно равнодушное отношение да другой вопрос почему этот проект финансируется многие проекты не финансируются но это мы можем много таких проектов найти которые вызывают некие вопросы сейчас кстати очень интересный момент оттуда одну из ключевых сотрудниц перевели директором музея космонавтики в Калугу интересный момент но сотрудники музея космонавтики в Калуге были немножко ошарашены почему так спасибо давайте на этом вы можете поблагодарить портал предания за организацию этой лекции положив деньги в тот ящичек мы сделаем еще много таких прекрасных лекций следующая лекция будет через неделю в это же время потом будет еще через неделю но не в среду а во вторник приходите будем рады можно пить чай спасибо еще если можно сказать так мы узнаем мы пытаемся звонить где решать здесь и и и и и Спасибо. Спасибо. Батвей, это камера без ума, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо.